Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который заказал вот этот пользователь, который представился Влад. Влад, спасибо тебе большое! Влад прислал 120 рублей и еще оплатил комиссию. Влад, вообще мужик, мужик Влад. Так, Влад написал, здравствуйте, уважаемый, заказ ролика. Если было, то пусть на развитие канала денежек пойдут. Спасибо большое, Влад. Вот это подход к делу, вот это, друзья, мой подход к делу. Я всегда говорю, если вам вот та сумма, которой вы помогаете каналу, если она для вас критична, не надо мне это. Оставьте себе, вам это нужнее будет. Если вы можете вот так, как Влад, спокойно расстаться с этой суммой, типа, ну, заказ был так, как хрен с ним. Добро пожаловать. Я как бы об этом всегда говорю. А то был просто товарищ, который заказал за 70 рублей двухчасовый ролик, потом обиделся на меня, там, начал всех... Я шучу, конечно, но просто обиделся и ушел. Но это так не делается. Так это не делается. В общем, приходим, возвращаемся. Ролик называет... Ну, канал называется «За нафиг», как вы уже поняли. Цельная металлическая оболочка в нашей армии. Переозвучка. Спишем комментарий для развития. А вы, друзья мои, проделайте те же самые манипуляции со мной. Комментарий. Лайк. А я... Начинаю. Так, по поводу заказов, ссылки внизу в описании найдете. Там условия читайте внимательно. Вот многие говорят, что армия — это бесполезная трата одного года жизни. Но знаете, возможно, им просто не повезло с распределением. Я, например, попал в космические войска и еще ни разу об этом не пожалел. И чем вы тут занимаетесь? Ну, чем можно заниматься в космических войсках? Красить траву там из-за забора. Поправляете? Дрова колю. Ну, не угадал. Сорву ношу. Вы двое отправляетесь сейчас на плац и начинаете там подметать... Нихера себе. У них реально так в армии? Винтовки, правда, какие висят и кроватик. ...до обеда, понятно? Вы двое отправляетесь сейчас на плац и начинаете там подметать до обеда, понятно? А, так точно. Шутников, иди на склад и возьми ломы для подметания. Так, может, лучше метлы взять? Че? Шутников, я не понял. По-твоему что, лом не подходит для подметания? Так точно, товарищ прапорщик. О, ты негодяй, может, еще скажешь, что траву красить бесполезно? Запомни, боец, сомневаться в приказах командира, это все равно, что предать собственную страну, или даже хуже. Забыть пришить подворотничок к воротничку. Забыть подворотничок. Ладно, не буду, это... Не буду тушнить. В армию я шел по личным убеждениям. В первую очередь, здоровья набираться. Поэтому уже через неделю службы дымил вместе со всеми пацанами, как пер... Таких геймеров после презентации пятого Баттлфилда. То есть, здесь вы начали курить? Конечно. В армии не курищий человек сидит без дела. А сидеть без дела солдату не положено по уставу. Нет. Но, может быть, хитрее. Я всегда был хитрее. Пошли покурим. Да, да, пошли покурим. В куринок пришел. Да, я не хочу, я просто посижу с вами. Что не мешает просто сидеть с вами? Мне никто не запрещал сидеть. Я спокойно и не курил, и так же месяц со всеми отдыхал. Так же мог даже... Ну, зависит от того, если ты хитроша. Если дурачок простой какой-нибудь, и ты будешь туда втухать в это самое. А некоторые прям курить специально начинали, лишь бы отдыхать побольше. Идиоты, блин. Ну, я не понимаю этих людей. И такого солдата нужно заебать. Золотые слова, на самом деле. Я уже рассказывал, солдат, если он... Меня ротный, как учил, когда я был командиром отделения. Смысл в чем? Солдат ночью, ночью, у него должна быть одна мысль. Потом упасть на кроватку и спать. Спать. А-а-а, спать. Если у него нет такой мысли, вот самое первое, что у него стекает в голове, дожраться. Самое первое дожраться у него в мыслях в голове. Он обязательно жрется. И что он будет делать? Не спать пойдет. На приключение потом потянет его. Потом захочется подраться. Вспомнить старые обедки. Кому-нибудь разобьет морду. Себе разобьет морду. Возможно, даже. Ему разобьют. Поэтому надо затрачить его, чтобы он... Все, что он должен хотеть, это спать. Чтобы он пришел в казарму и спал. Жестоко, конечно. Но так и должно быть. Потому что если у вас есть личный состав, это вы поймете. Вы когда вот... Короче, поймете. Если вы управляли личным составом, вы поняли, что это такое. И управляетесь оболтцами. Но они должны только быть всегда уставшими. Физдал уставшими должны быть. Ибо незаебанный солдат в расположении горас на всякую хуйню. Ну да, да. Подвергая таким образом опасности себя, своих боевых товарищей. И любимую родину с командиром. Ну, шутников. Как тебе Бикус и Сечка, которые подаются в нашей столовой? Нравится, товарищ прапорщик? Ну, справедливость. Ради через какое-то время она правда все нравится начинает. За неимение лучшего, особенно если ты достанешь волшебный эликсир. Под названием майонез. Любую армейское говно превращает в еду. Геликатес. Нравится? Шутников, ты что, больной? Так точно. Ну, недобор в армию меня исцелил. Отставить разговоры. Есть отставить? Лучше покажи мне... Недобор в армию? Больной? Так точно. Ну, недобор в армию меня исцелил. Да-да-да-да, был дел такой, да. Отставить разговоры. Ну, там смысл в том, что... Был такой период, когда недобор в армию был. Жестко этих... Драли... Как называют-то, блин? Военкомов драли жестко. Они все подряд там больные. Приходят какие-то люди. Реально больные. И все такие... Че-че, говорит? Там, говорит... Да, гонит, пойдешь. Покер, со всякой херней брали. И когда я шел в армию, у нас наоборот был перебор. Там, знаете, вот так вот уже... Отсекали бы всякое там... Чуть-чуть там недобором веса. Все, вон отсюда. Чуть-чуть лишний вес. Вон отсюда. И я не нужен нам вот. Так вот, знаете, уже просто сидят. На комиссии, помню, как был. Уже так вот, да, сидят. Так что, ты хочешь в армию или нет? Че-че, сейчас придумаем. Я, вроде, не... Хочешь? Я уже думаю, хочу, давайте. Точно, говорит? Ты уверен? Ладно, давай. Куда-нибудь его дам. А, нет, не куда-нибудь. Я рассказывал в каком-то ролике, как я этот самый... Как я в пехоту попал. Есть, отставить. Лучше покажи мне здоровую реакцию. Реакцию? На бикус и сечку. Вот здоровая реакция. А теперь представь, что придется жрать это целый год. И ты знаешь, тут так уж совпало. Наш чепок на целый год закрывается на ремонт. Нет! Нет! За что? А меня вот сегодня... Девушка бросила. Обещала дождаться, но не дождалась. Да. Садарта чувствуется как бы. Говорит, я стал другим человеком. Армия меня изменила. Но знаете, я ее не меняю. Потому что и сам чувствую, что изменился не в лучшую сторону. Сочувствуем. А давно услужите? Да вчера приехал. Сука! Я думал, что-нибудь очень... Хорошо, хорошо. Вчера как приехал. Товарищи солдаты, есть ли среди вас музыканты? Это Снежков. В студенчестве играл в рок-группе, товарищ Снежок. Прапорщик. И на чем же ты там, Снежков, играл? Преимущественно, на кладочных, товарищ Прапорщик. Идеально. Там сейчас возле склада дождается своей судьбы трофейная пианино. Завтра необходимо будет его передислоцировать к товарищу полковнику на дачу. Вышний Стив на горбу. Далеко. Примерно в пяти километрах. Но это если плыть напрямую через озеро, конечно. Ты же музыкант вытащил. Рядовой, команда зоопарк. Есть выполнять команду зоопарк. Товарищ Прапорщик заходит в зоопарк и хочет увидеть собаку. Гав, гав, гав. Неплохо, рядовой. Теперь он хочет посмотреть на удочку. Кряк, кряк, кряк. Отлично, а теперь покажи ему оленя. Она мне изменила, но я ее простил. Хрена себе, как похоже. Спасибо. Некурная. Ты меня рогами, это самое, рогами не поцарапай, меня свои. Е-мое. А я недавно в одном местах был, там на мероприятиях ходил и видел там голова кабана, там трофейная, не знаю, или может какие-то трофейные. Там такая башка была, она с плавием в пол моего тела, башка кабана была и козлы, какие-то эти, горные козлы, там такие голые были, там, е-мое, я вообще вот, не дай бог с таким встретиться в горах или где-то, какой там горный козел, что был. Он меня рогами порвал, мне кажется, пополам. Там рожища, они, блин, больше, чем моя нога, наверное. Да, толщиной. С моей ноги было рога, там, блин, три-четыре, я так не сразу заметил. Такие головы были, е-мое. Не скажу, где был, но видел просто. Дружище, а ты как вообще? Давно служишь? Так это все вчерашний день. Да вот скоро уже как полгода будет. Ничего себе, и даже пулемет уже доверяют. Конечно, он же холощеный. Мощно, конечно. А стрелять-то хотя бы за эти полгода, научили? Да не, но видели бы вы, как я кантики на кровати отбиваю. Высший класс. Обрезаться можно. У нас реально в армии. В учебке было, заходишь в... Как это называется-то? В расположение заходишь. Я первый раз, когда увидел, я думал, я обрежусь, теперь об кровати. Как я спать-то здесь буду? Там такие острые кровати вообще были. Они просто вот так вот. И кровать, когда заправляли, мы линейку, нитку растягивали, получается, вот, я вам не шучу, нитку растягивали, кровати стоят, нитку от одного края расположения до другого, нитку растягивали через все кровати. И должны были три полоски, были, ну, красиво, конечно, выглядит. Выглядит очень красиво. Издалека смотришь, все полосочки прям как одна, все как одна, все вот. Круто, конечно. Ну, ну, блин. Ну, по-другому нельзя, солдатам надо тратить. Ну, и про оружие. Я служил, я уже рассказывал, кажется, я по контракту служил. Я с оружием столько набегался, столько, вот я держался в руках, мне уже потом уже, мне уже просто надоело, я уже на стрельбе, даже не ходить перестал. Ну, ходил, но не стрелял, уже на стрельбе. Я уже все, вот так вот переходил, а стрельбе уже все. Ах, ты собрал уже, стрельбе, говорит, кто-то хочет. Были отморозки, говорю, ну, такие вот, ну, веселые ребята, которым нравилось пострелять, побегать. Я такой, автомат-то, блин, сами придется, я не буду за вас снова чистить. Ну, просто на самом деле уже надоело. Ну, я когда тоже был такой же сначала, энтузиаст был, по-первых, вот автомат дали, ты что хочешь, брать, стреляй, стреляй, я за все рот мог стрелять, и все равно было, мне поприколка, нравилось. А потом это уже, ну, приедается, знаете, все надоедает. Поэтому, да, так вот было дело у нас. Паленко, что это? Это разогретая тушенка, товарищ сержант? Я, блять, вижу, что это разогретая тушенка. Где вверенный тебе танк? Я понял. Приколы были. Я не помню, где, Нарфаминск, по-моему, или где-то в Дагестане. Неважно, в общем, на учениях, короче, дурачок, разогреть что-то хотел, БМП сжег, нахрен. Я не помню, что там было такое, БМП нахрен сжег, какой город был? Или Волгоград? Или Волгоград? Какая разница? Короче, в какой-то военной части было. Кажется, он сгорел. Коноваленко. Как можно было спалить сорокатонный металлический танк, чтобы... сгорелось легко, товарищ сержант. Блин, я не понимаю, чего они так разозлились? Ну, подумаешь, разок флягу потерял, зачем сразу заставлять бегать марш-бросок с пятилитровой канистрой? Ну, тебе еще повезло, у нас тут как-то Кучаев стремянку просыхатил. И что, неужели ему дали бревно? Хуже. И только попробуй еще раз ее потерять, Кучаев. Ясно! Подъем по ней он, конечно, освоил, но вот бегать с ней на КПП для замены лампочек вызывало... У него легкий дискомфорт. Легкий такой. Чуть-чуть удобненько было. Такое, поставить... Места мешалось совсем просто и тяжело было. В помещении особенно. Сегодня... Ну, на самом деле, это дисциплинирует. Такие мероприятия дисциплинирует. Потому что есть некоторые балбесы. Ну, на самом деле, балбесы есть. Лучше... Ну, а как по-другому дисциплине обучать? Мне в степени кажется, что издевательство, но это очень дисциплинирует. Да, да, это нормально. Для записи в военные билеты вам присвоят военные специальности. Они отразят ваши лучшие качества и род занятий. Фиксируем, повторять не буду. Петренко! Я! Делопроизводитель Делопроизводства. Иванов! Я! Фотограф фотографий и фотооборудование для фото. Все максимально просто. Коноваленко! Я! Мотоциклист Мотоциклов! Муковский! Я! Пекарь-водолаз! Шутник... Пекарь-водолаз? Шутников! Я! Эксперт по ведению партизанской войны и владению огнестрельным оружием ножами и голыми руками. Нихуя себе, Шутников! Это что, из Рэмбо, что ли? Ты шутник, Шутников. Неужели ты и правда все это умеешь? Никак нет, но я помог скачать этот фильм товарищу-капитану. Ха-ха-ха-ха! Рэмбо... Познакомьтесь, парни, это Бурят Валера. Его привезли с новым призывом и он будет служить в наших бравых войсках. И каким образом он будет служить? Он же мертвый. Как любят писать в приписном, не мертвый, а годный к военной службе с незначительными ограничениями. С незначительными такими легких ограничениями, да. У нас некоторые живые не самое по функциональности не отличаются от него. Вот здоровая реакция. А теперь представь, что придется жрать это целый год. И ты знаешь, что тут... Так, Так, Влад, кажется, это был. Влад, Влад, спасибо Владу большое. Что такое заказ? Прикольный ролик. Да, мы нафиг все равно собирались смотреть. Тем не менее, спасибо, Влад. Вот такая вот, друзья, у вас реакция с вами сегодня получилась. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клевыми. Всем пока.